Прогремела на всю страну, отменены похороны усопшей Чуриковой. В Ленкоме Марка Захарова, старейшей актрисой которого была Инна Чурикова, отменена назначенная на вторник гражданская панихида. Об этом 15 января предупредили в театре. Церемонию прощания перенесли в Храм Христа Спасителя. Она состоится в Верхней Церкви Храма в 11 часов утра 17 января. Предполагалось, что в этот же день в полдень попрощаться с королевой сценой будут в ее родном Ленкоме. Директор театра Марк Варшавер ранее говорил, что мероприятие, конечно, пройдет на сцене. По его словам, это принципиально важно. Перенос церемонии в Ленкоме объяснили решением семьи народной артистки СССР. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января. Перед смертью актриса была прикована к постели из-за новообразований в головном мозге. Семья скрывала подробности болезни известной артистки. И сама она не любила жаловаться на здоровье. Оказалось, Чурикова была прикована к постели из-за кист в мозгу. Именно эти опухоли были причиной нарушения координации и падения актрисы. Оперировать Чурикова было нельзя, могла не выдержать, сердцем. Однако врачи делали все возможное, чтобы помочь 79-летней актрисе. К сожалению, она скончалась 14 января в московской больнице. Похороны Чуриковой состоятся 17 января на Новодевичьем кладбище. Первые звоночки о том, что со здоровьем Чуриковой не все в порядке, начались в 2011 году, когда она поскользнулась на мокром полу в аэропорту и сломала руку. Год спустя в гололедицу получила травму рук, упав недалеко от театра. Потом несколько раз случались переломы ребер. По слухам, актриса страдала из-за проблем с вестибулярным аппаратом, вызванным новообразованиями в головном мозге. Ничего не предвещала беды Инна Михайловна отмечала Новый год в кругу семьи с мужем Глебом Панфиловым и сыном Иваном. В соцсетях она опубликовала фото с любимыми людьми, фотографию подписала «Мы вместе, пусть 2023 год будет милостивым». Знаменитость строила планы и должна была выйти на сцену в спектакле «Ложь во спасение». Субтитры создавал DimaTorzok